15 октября, 2023 год, воскресенье, вы с Олегом Соскиным приветствую на моем большом канале. Второй Соскин, смотрите. Давайте проанализируем следующий важнейший такой тренд, мейнстрим по сути. Итак, поддержка Украины со стороны стран золотого миллиарда, западного сообщества развитого, завершается. Уже по явам сделал анализ по США, вот эта неделя, которая сейчас будет, собственно, завтра начинается, ну, в Израиле она уже началась. Вот в воскресенье у них, как я понимаю, первый день недели, да, уже они не будут сухопутную делать эту операцию, сухопутно-морскую, воздушную, против северной части Анклава ГАЗа. Может начнут, может специально отвлекают, чтобы внезапность была. Но там проблема есть, это туннели глубины, их очень много, там на сотни километров, там сидят эти, как крысы. Ну да ладно, давайте не про это, давайте про Украину и помощь. Военную, финансовую, материальную и прочую, дипломатическую, геополитическую. А помощь была, ну, она достигла предела. И 16-й Рамштайн, куда ездил Зеленский, фактически это оказался мыльным пузырем. Мильною булькою, яка луснула, дуже классное украинское слово, луснула. Мильна булька, всередині якої сидів Зеленский, луснула. И звідки нічого не вийшло, тільки вона всіх заплямувала своїми відходами, які від ней на всіх забризгало, короче говоря. Так не хочеться другие слова подбирати, українські там є такі. Не зовсім вони нам підходячі, тому будемо просто так, проще говорить на могучем русському языку. Так вот, що дальше проїсходить. То есть, оружія нет. Реально, оружія, де оружія? Нет оружія. Нічого нет. Але є попытка Зеленського і його антиконституційного кабінета і власть, і слуг народу, мусін загребти українських в полному об'ємі, і зробити їх, як Путін делает, із мусін, проживаючих в Москві, в остатках Російської імперії. Так Зеленський хочеть вместе з Ермаком, умеровим, умеровим він вообще, хто він? Українець, вообще Зеленський, хто українец, русич, славянин? Ані хто такі? Ви можете, Калмыкова, ана хто така? Вот. Ані хто вообще? Ви можете объяснить? Ермак, там Шмигаль, там, ще там все эти люди, ані хто такі? Кому вони принадлежат? В Ізраїле там все понятно. А вот обрезанний, іудей, прошел эти все формы восстановлення крові і так далі, там, в якому поколенні. Якщо по матері, так одно, там, якщо по бабушці, там, то вже другое. А вот у нас как? У нас как-то не так, да? У нас в паспортах вже нічого не пишуть. Я помню, як боролись при Кравчуге, при Кучме, щоб писалася в паспорте національність. Че-то так і не змогли добиться. Тепер понятно, почему. Так вот, смотрите, що ж получается? Що Украина вже без допомоги, Украина без допомоги, і здесь появляється дуже серйозний фактор. Те США вже, по сути, відпала. Все. Денег з нового року, да даже уже з декабря, оружію і денег практично не буде. Тепер остається тук, ну, Канада, що там вам даст Канада. Японія і так не дає, там, Южна Корея, хто там даст? Ніхто. Остається європейські країна. Великобританні, на сумок тоже от нього сильно не допросишся, і він проти цього, він просто вынужден що-то давати. Тепер, да і у них не так уж багато, і тим більше вони щас, два авіаносця Великобританиї, йдуть к берегам, вот це Средиземне море, де Ізраїль і цей сектор газа. Тобто, якби все понятно, ну, і де там Ливан і так далі. А тогда возникає простой вопрос. Две авіаносція групи США, там Форд, Джеральфорд і Зенхауер. Два авіаносця Великобританиї, Германия сказала, що це буде підтримувати на 200% Ізраїль, Франція і то же саме, Іспанія, Італия. Так а де Україна, об'ясніте мені, де Україна? Ну, для нас саме важне – це Германия. І вот тут давайте ми чуть-чуть глупше с вами углупимся в этот вопрос. Тому що, якщо Германия випадає з процеса, то тоді все. Тоді практично Україна остається сам на сам з Путиним і його гамадрилами, гоблинами. В Германии є тяжелішія внутріполитична і економічна ситуація. Вони ожидають в цьому году, вони називають це рецесія, а якщо назвати правильними названнями поліекономічні, у них падення ВВП, падення валово-внутріннього продукта. Економіка у них падає. Придумали такой эфемизм, рецесія, такой блудливое словечко. Упадет она, вони кажуть, там на 0,3-0,4%, по моим оцентам, она упадет не мене на 1%, може даже 1,2%. Це колосально багато для Германии. Це не катастрофа, але це преддверіе больших потрясеньків, фінансово-економічних, соціальних, політичних. Германия дуже багатая країна, дуже така устойчива, тому, хто там українці поехали, молоді, старші, жінки, діти, не переживайте. Вас це не касається. Це касається верхніх етажів. Ви трава, а верхніх етажів, де ці верхніх діревів, дубов, сосен, і прочих холмів і горних вершин, от там, конечно, починається сильний ураган. І їх ломати буде дуже сильно, верхушки цих. Последні социсследования, за кого голосували граждане Германии, якщо б вибори були, в 10 октября, ну, в начале октября, це Інса делает, результаты дає. Ну, блок християнських демократів, їх християнський соціальний союз, 28%. Альтернатива для Германии «Золотые мои» 23%. Шольц, социал-демократическая партия Германии, 17%. Зелені 13%, потеряли вони 1%. І це в партии в «Свободних предпринимателів», це, як там вона називається, 6%. 6%. Леві 5%, потім ще там, якась 4%. Ну, в общем, леві на грани выліта 5%. Це велике, велике розв'язок, в чому усиливаються позиції блока. Демократів і християнського союзу і растет підтрючка альтернативи для Германии. Падають соціал-демократы і падають зелені. Реально падають, дуже сильно. І, ну, воні, як вони, леві, вони, вони дуже, вони на 5% стоять. Так вот, дальше делаємо. Ну, як звісно, на містному рівні, якщо ми беремо Баварію, там соціал-демократів осталось 9% в містному лонтагі. А християнських демократів тоже стало менше. 36%, зеленых – 15%, але зато цих самых свободних демократів – 15%. І цих самых альтернатива для Германии – 14% в Баварі. Це взагалі дуже багато. А соціал-демократів – 9%. 9% – це вже не лузери. І якщо ми возьмемо цих «Гезен», «Землю Гезен», то християнські демократів – 31%, зелені – 16%. У них все время одно і то же. Соціал-демократів – 16%, як по країні. Альтернатива для Германии – 16%. Свободні демократів – 5%. Линк – 4%. Там она даже не попала. І на не в Баварі, а не в Гезенні. Леві вообще не попали в парламент. Це дуже серйозно. Леві умирають там. Так вот, смотрите, какой вивод делаємо? Ну і 80%, вже більше 84%, де-то було 82%, 81%. Щас, я думаю, 84% не доверяють Шольцю. І більшіство вже населения, 2 треті, требують досрочних выборов. Немедленних. Потому що вже, ну що. Ну, получается, сьогодні вже коаліція, у них голосів осталось всього лише 17 СПД. Шольц – 13 зелені і 6% ці, як вони, свобідні демократы. 13,6 – 19 і 17 – це 29, 36%. Т.е. у них вообще, вони, вже скоро, у них одна треті буде. Следующее, думаю, буде ісследовання, у них буде одна треті. Т.е. 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 коалиція светофора потихоньку ходить в небытие вместе с Шольцем. І його вже конкретно просто топчат в їх, там, Буддестагі і і альтернатива для Германии, і лідері християнських демократів, і ХСС, що треба робити досрочний вибор, і він дійти в відставку. І що дійде к тому, що вони не можуть йому щас зробити в тому недоверію, але все к тому йдет, що вони будуть його давити, давити, давити. І Шольц слабеє, дуже слабеє, він не спосібен держати удар, він не може його держати. Плюс у них противоречі з Францією розвивається. Вивод делаємо який? Ну, во-первых, по сути, на первое место в Германии вышла альтернатива для Германии, потому що там її, над ней стоїть, її преобладає на 5%, це союз християнських демократів і ХСС. Якщо їх разделити, то на первое место по значимости выйдет альтернатива. Це колосального уровня значення имеет. То есть, эта партия по сути превращается в лідера германских интересів електората. Можете себе представити или нет? и она набирает просто колоса. Притом, в восточных землях у нее уже больше 40%. То есть, при такой политике Шольца где-то к зиме она где-то в этих трех землях может зайти за 50%. Там будут выборы и тогда она сформирует свои правительства, представляете, в одиночку в этих трех землях в следующем году. Это даже просто. Левых нету, левые исчерпались, они вздыхают. Есть Сара, правда, вот эта, как там ее дорогая наша Сара, Вагенкнехт. Это переводится фамилия, интересно, как кучер на повозке. То есть, такая любит направлять процессы. Так вот, если она создаст свою партию, тогда это будет одна ситуация. Если она сейчас не создает партию, ей денег не дадут или что, будет полный крах левых и их голоса распределятся между зелеными и между альтернативой для Германии. То есть, левый электорат полностью идет в альтернативу. Это очень много. Это, потому что есть же еще пассивная часть, которая не проявляется. То есть, тогда альтернатива поднимется с 23, ну, там, до 30, да, в старых землях. Если она поднимется до 30 в старых землях или больше, это просто будет уже последствия непредсказуемы. Я даже не берусь их пока анализировать. То есть, смотрите, в Германии падение ВВП, кризис реальный, они его называют рецессией. Германия утрачивает полностью свой экспортный сектор. В Германии тяжелейшие проблемы инфляции, девальвации, ухудшения жизни, особенно для нижнего среднего класса и среднего среднего класса. Растет бедность колоссально. В Германии были приняты при Меркель огромные массы мигрантов, спящих экстремистов, так же, как во Франции. Мусульман, исламистов, радикалов, которые начинают сейчас действовать, кстати, и в Лондоне, и в Великобритании тоже. И в Германии усиливается альтернатива для Германии, жесткая партия, выступающая против мигрантов, против правящего класса, против многих вещей, которые немцы привыкли жить. Самое главное, что происходит сейчас, поскольку усиливается альтернатива и падают вот эти коалиции и ухудшается финансо-экономическая и прочая ситуация, политическая, правительству этого Шольца у них главный девиз будет не до жиру быть бы живым. Понимаете? То есть вы там в Украине как хотите, но мы не можем даже, они не могут уже сами себе помочь. Таким образом Украина, а плюс затяжная, тяжелейшая, кровопролитная, затратная война Израиля с Хамасом и Хизбулой будет забирать все оставшиеся деньги, ресурсы, резервы у Германии, ФРГ, для поддержки Израиля. Поэтому для Украины тоже ничего не будет. То есть Германия выходит с этого процесса. Раз Германия выходит, плюс в следующем году выборы в Евросоюз, Евросоюз ослабел, он даже не может, я же говорю, даже не могут усилить себя в том принятие в Шанген, Болгарии и Румынии. Плюс, например, там принять просто в члены, как были Болгария, Румыния, там Северную Македонию, например, или Черногорию и так далее. Балканы не могут принять. То есть Европейский Союз сегодня находится в тяжелейшем кризисе. И этот кризис усилится. Таким образом, Германия перестанет давать деньги, перестанет давать деньги Германии и оружие Украине, перестанет давать деньги и весь Европейский Союз, Великобритания, Франция, Испания, Италия. Италия уже и так не хочет их давать. Все. Ну и вот так, как говорится, приплыли называется ситуация. И этого надо ждать где-то с ноября месяца, потому что тенденция очень жесткая по разрушению доверия к Шольцу и к его коалиции, к Бербок, к этому свободным демократам и так далее. То есть идет колоссальное разрушение их поддержки. В принципе, Германия идет к досрочным выборам. И тогда уже будет другой расклад на уровне центрального правительства. Ну вот такой бы вам дал анализ. Из этого исходите. Из этого, когда принимаете какие-либо решения. Если глобально говорить, для Украины вывод только один, немедленная отмена военного положения, немедленный уход Зеленского в отставку, немедленные выборы, немедленное подписание соглашения о прекращении огня с Московией. Выхода нет. Просто нет выхода. Потому что денег нет, оружия нет. Более того, они же ищут теперь на границах происхождения горючего. Поэтому завести дизель и бензин невозможно в Украину быстро. Поднимаются цены. одна треть скота перебита, молока не будет, масла не будет, молочных продуктов не будет. Вы вообще понимаете, что будет? К зиме разрушена энергетическая электросистема. Это катастрофа. не будет. Продолжение следует...